Компания Google разорвала контракт с китайским производителем Huawei. Произошло это из-за санкций, наложенных американскими властями. Теперь Huawei не сможет устанавливать на свои смартфоны операционную систему Android и целый ряд популярных предложений. При этом разработчики компании отметили, что владельцы выпущенных ранее смартфонов от этих ограничений не пострадают. Александр Балицкий продолжит. Новость, что грозит слишком серьезными последствиями не только США и Китаю. Ведь отказ Google от работы с Huawei это и про операционную систему Android. Для одного из крупнейших производителей смартфонов в мире удар по производству. Чего говорить о миллионах пользователей, привыкших к таким популярным сервисам, как магазин приложений Google Play или электронная почта Gmail. В Китае Google сервисы и так почти не работают, но разве что только Google переводчик. Все остальные только через IBM. В этом смысле Китай очень самодостаточен. Другим придется привыкать. Окей, Google явно прозвучала от Трампа и в корпорации взяли под козырек. Элемент давления в торгово-технологической войне, чтобы добиться от Пекина уступок. Все знают, что Китай ворует у Соединенных Штатов и других стран. Скоро мы это изменим, вот увидите. Но происходит ровно обратное. Производители США потеряют еще минимум 11 миллиардов долларов. Доля американских поставщиков-комплектующих, что каждый год закупал Huawei. В основном чипы для смартфонов и систем телекоммуникаций. По данным американской прессы, уже закупленных в США микросхем китайскому IT-гиганту хватит месяца на три. Но в Huawei и не скрывали. Все последнее время разрабатывали свои и скоро они появятся. И тут уже время Huawei говорить. Окей, Google. Запрет на поставки в США оборудования Huawei замедлит, но не остановит ее развитие. Huawei продолжит разработку собственных чипов, чтобы уменьшить влияние запрета на поставки американских технологий и оборудования. Вслед за Google, это пишет американский Bloomberg, поставки своих разработок и программного обеспечения китайскому IT-гиганту замораживают еще четыре компании. Среди которых и Intel, и эти отголоски американо-китайского противостояния пойдут по всему миру. Китае пользователи соцсетей призывают устроить в ответ бойкот Apple. Функции смартфонов в Huawei сопоставимы с возможностями iPhone от Apple или даже лучше. У нас есть такая хорошая альтернатива для смартфонов, почему мы до сих пор используем Apple. В Huawei создали свою собственную операционную систему. Ее готовили с ноября прошлого года, как раз на случай американских санкций. Но, возможно, до столь радикальных мер дело не дойдет. Очередной раунд американо-китайских переговоров должен пройти в июне в Пекине. До этого и США, и Китай продолжат информационные атаки. Александр Балицкий, Вести, Китай. Субтитры создавал DimaTorzok